так всем привет друзья будни предпринимателя хочу заснать и заснять видео как проходит мой день в магазине сделал себе маленький вот такой вот топчанчик чтоб горизонтальном положении работать так вот народу нету пока время после обеднишняя решила заснять как проходят мои дни рабочие ну и параллельно рассказать о себе вот меня зовут ильяс не 32 года вот в этом году через месяц в апреле будет 33 вот и я только начал заниматься бизнесом чуть-чуть поздновато хотя всему свое время наверное это и должно было случиться именно в это время я из башкирии из города стерлитамак вот родом все это макия живу получается вообще родился в узбекистане в девяносто пятом году по моим переехали башкирия к мамина родина вот отец узбек мама башкирка вот вырос в деревне сельской местности вот учился 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 относительно хорошо и относительно плохо ну троечник твердые троечники наверно ну вот окончил учебу поступил школу закончил поступил поступил в училище евраевская вальшеевская в районном центре сапыту номер 111 закончил его три года отучился там на должность тракторист машинист сельхозпроизводства и все в армии два года после армии начались мои трудовые будни работа на дядя вот да до 19 года включительно работал на кого-то вот но никак не на себя были всегда мечты открыть свой бизнес свое дело какое-то но они эти мечты оставались только мечтами никаких действий я не производил только мечтал думал твердый шаг сделать то ли боялся то ли что-то меня останавливал постоянно или лень элементарно вот девятнадцатом году в сентябре до в сентябре месяце я все-таки решился и вот оформил и п и открыл магазин все к этому из знакомых из друзей не из родственников относились скептически многие говорили зачем тебе это да это им тебя не пойдет это все как бы более пестимистические были настроению всех но я был убежден что я смогу этого все сделать раскрутиться и до сих пор как бы убежден в этом вот получается в сентябре я открылся и начал работать вот конкуренты есть в деревне открылся в деревне у себя в районе получается езжу со стрелитомака сюда на километров где-то от стрелитомака 80 90 вот я два-три дня здесь поторгую товар заканчивается езжу за товаром покупаю товар денек дома побуду и и обратно сюда вот супругу как бы не поставишь за кассу пока что у меня двое детей старшей дочке так три годика в этом году будет а младшему сыну пять месяцев скоро будет поэтому ребенок маленький супруга пока в декрете вот работал я на севере думал уволиться потом подумал хорошенько с и не стал увольняться а просто оформил на себя декретный отпуск до полутора лет вот получается можно сказать так что двух зайцев одним выстрелом убил и не уволился и как бы своим делом занимаюсь полтора года есть у меня для развития даже не полтора там до трех лет можно продлить этот отпуск вот вместо за мной будет сохраняться просто до полутора лет это все оплачивается вот три года как бы есть для раскрутки вот я буду по максимуму выживать выжимать из этих трех лет и по истечению этого времени напишу заявление и буду свободном плавании но я и сейчас свободном плаваем в принципе вот открыл конкуренция есть боялся сначала конкуренции но потом подумал чем я хуже вот и оказалось ничем я даже скажу что лучше по сравнению с моим магазином те магазины не дотягивает до вот этого уровня как нибудь зайду засниму тех мы в тот магазин что там есть тех магазинов вот качество них не очень и как бы я выигрываю еще и качеством своего магазина людям приятно заходить в этот магазин вот что еще рассказать ниже я прикреплю у себя в описании свои данные в контакте страничку подписывайтесь добавляйтесь друзья буду рад пообщаться познакомиться с интересными людьми такими же предпринимателями может быть вы мне что-то новое новое интересное посоветуете может быть я вам что-то интересное расскажу добавляйтесь не стесняйтесь я открыт для общения вот следующее видео наверное засниму по мониторе по по соседним магазинам покажу в каком состоянии те магазины и в каком состоянии мой магазин думаю будет это интересно если как бы за ним я занимаюсь вот продуктовым магазином я думаю что и магазин был хоть он и в деревне должен быть в качественном виде красивым ухоженным чтобы людям было приятно заходить сюда вот и чтобы был очень большой большой ассортимент товара думаю так а вот в других магазинах вот захожу захожу к сожалению деревнях большинство такого количества товара и порядка нету стараясь все выкладывать выкладку красивую старая сделать сам хотя до этого и не знал что такое выкладка оказывается от выкладки тоже много чего зависит красиво все выставлять что полки визуально казались что они все полные хотя на самом деле тут товар то у меня не очень много но они визуально заходишь кажется что у меня полные полки потому что товар выставлен таким образом что все видно вот нету никаких пустых пространств на стеллажах все ровненько все красиво от от выкладки товара очень зависит тоже очень много вот в прошлом видео еще не рассказала расходы расходы на электроэнергию тоже надо учитывать вот я как и пешник как открыл я сначала не знала оказывается у пешников там другой тариф за киловатт 6 6 рублей 30 копеек по моему идет вот поэтому за электричество очень много уходит думаю за лето поставить дровяную печь печь долгого тления называется она она будет выгоднее мне и дешевле обойдется все всем пока до новых встреч добавляйтесь друзья подписывайтесь